11 марта 2022 года эвакуировали мой автомобиль. Но все бы ничего, штраф я оплатила. Мою машину разбили на Ворошиловском мосту. И это была авария очень интересная, скажем, уникальная. Таких прецедентов не было и в судебной практике. Рассказываю с улыбкой, потому что оно уже до банального смешно. Дело в том, что эвакуатор врезался в КАМАЗ стойки света. Там свет чинили. Я не знаю, правомерно, неправомерно. Я не разбиралась с этим вопросом. Росгоссвет, Ростов, Горсвет. Они, в общем, не стали со мной разговаривать, потому что я пыталась с ними поговорить. И мне сказали, девушка, не звоните нам больше. Я, видимо, понимаю, что они договорились сами с собой, между собой. Ну и как бы со мной никто не стал общаться с этой стороны. Моя машина разбилась на эвакуаторе. Она пострадала. Страховая мне отказала. Они написали отказ, потому что это являлся грузом. То есть она не страховым случаем являлась. Она разбилась практически в тотал. То есть крыша повреждена, задняя дверь повреждена, передняя часть вся повреждена. То есть моя машина нетранспортабельная. Ее даже нельзя перетащить самостоятельно своим ходом. Суд длился более полугода. Вот 13 октября решение суда уже вынесли. Вынесли мне сумму в 200 тысяч. При том, что я приводила пример стоимости автомобиля в районе 300 тысяч рублей. То есть там состояние автомобиля примерно то же, что было у меня. У меня машина была ухожена, мотор заменен, коробка заменена. То есть обслужена полностью. Сторона ответчика предоставляла распечатку объявлений, где машина стоила в районе 220 тысяч. Ну там, естественно, даже на фотографиях было видно, что она побитая. Там в соответственном состоянии мои распечатки не приобщили, приобщили ответчика. Соответственно, ну как бы понятно, что там заинтересованы были в том, чтобы сделать ниже стоимость. Хорошо, окей, я даже с этим согласилась, потому что я уже устала от этой эпопеи. Но я напишу обращение депутату, уже связалась с Федяевым. Он ждет вот документы все, материалы для того, чтобы сделать прокурорскую проверку. Вообще, как проведено дело, честность, адекватность и так далее. Суть не в этом. На прошлой неделе я приехала на саму штрафстоянку для того, чтобы получить доступ к своему автомобилю. Решила его продать, чтобы показать его покупателю. На что мне хозяин Соколов сказал, что у него не место для просмотра, не торговая площадка. И что я должна ему еще за хранение своего автомобиля энную сумму денег. Зная таксу, так называемую, этой площадки, мы примерно посчитали 20 рублей 50 копеек час. И не по моей вине хранился этот автомобиль. Еще меня уговорили не отдавать эту машину, потому что они будут делать судебную экспертизу, проверку. Поэтому я ее еще не забирала и пошла им навстречу. Сумма, когда мы посчитали, вышла более 800 тысяч рублей. То есть мне мою машину разбили. Выплатят сейчас 220 тысяч. Ну и кэшбэк прилетит в виде 600 тысяч рублей. То есть очень прекрасный рекомендую бизнес-план, ребята. Просто берите и делайте. Мне очень не нравится то, как ведет себя, во-первых, хозяин автостоянки. Как он относится. Опять же, да, тут вопросы к судебному исполнению, к судебному процессу есть. Но это мы уже даже оставили в покое. Нам просто не дают доступ к тому, чтобы забрать остатки своего автомобиля. Шантажируя тем, что я должна оплатить некий счет, который я, во-первых, не видела. Во-вторых, не по моей вине хранился этот автомобиль. В-третьих, ну как бы хамское отношение ко мне даже на самой площадке, это было прям откровенно, мне не понравилось. То есть, пожалуйста, вы испортили мне вещь, вы еще ведете себя некорректно и выставляете мне счет за хранение автомобиля. На каком основании? Если так брать, это 330-я статья УК РФ, это самоуправство. То есть они незаконно завладели моим имуществом, которое, в принципе, не должно было там храниться. Если бы просто эвакуировали, не разбив его, я бы его забрала, платила штраф, там эвакуатор, и мы бы разошлись. Но сейчас ситуация разворачивается в том, чтобы мне еще оплатить счет. Я с этим категорически не согласна. И так как это люди, известные в нашем городе, имеющие связи, так как у нас в СМИ этот инцидент был однобоко освещен и больше он не поднимался, то есть все под копирку статьи в интернете показаны только две кабины автомобиля и не сказано о том, что там был мой автомобиль, и он был разбит. То есть, естественно, я понимаю, что большие статусные мужчины не дадут мне по-хорошему мой автомобиль, поэтому я пришла к вам за помощью, чтобы дать огласку, резонанс массовый в этом деле, потому что я сама не справляюсь, я маленькая девочка, и я не справлюсь с этими большими мужчинами. А вот эта формулировка, которую они в решении суда сейчас сделали, они приобщили еще к этому делу водителя, третье лицо. И это очень скользкая такая формулировка, где по исковому заявлению меня к центру эвакуации и третье лицо Бобров Дмитрий Владимирович о взыскании материального ущерба, причиненному в результате ДТП, ну и там процентов и так далее. То есть они приобщили этого человека, я думаю, для того, чтобы далее переложить ответственность на него, и чтобы он маленькими суммами мне отдавал вот эти несчастные деньги. То есть очень классно они сделали. Этот человек выполнял трудовой договор, согласно которому он работал вот здесь, и ответственность должен нести работодатель. Ну работодатель вводит в дело третье лицо для того, чтобы что? По 5-6 тысяч мне отдавать ежемесячно, потому что у него может быть там официальная зарплата. Я не могу сейчас утверждать, потому что исполнительный лист в дело еще не пущен. Но эта обтекаемая фраза, где есть третье лицо, меня очень сильно настораживает. То есть они даже сделали так, чтобы я не получила свои деньги, а издеваются. Ну это издевательство, честно, чтобы я получала какие-то крохи в течение неопределенного срока. По сути, я не куплю за это время автомобиль. Получив, допустим, сумму, я могу какую-то машину еще присмотреть, добавить и все остальное. Но здесь вот это очень шикарно сделано. Я не понимаю, зачем должен был быть водитель, зачем его вызывали, приобщали, так как центр эвакуации выполнял услугу, предоставлял эту услугу. Центр эвакуации несет ответственность. И это лицо, которое по найму, он здесь никакой ответственности не несет. Его нанимает центр эвакуации. Но они так хорошо это включили в материалы дела, что сейчас могут просто вывернуть это так, что я могу по две тысячи даже получать в течение вообще неопределенного срока. А он может не работать. Вообще не работать. И эти деньги, опять же, зависнут. То есть я, получается, не получу никакого материального вознаграждения за свой ущерб, за свои моральные истязания. Ну, то есть сделается все так, что они испортили мою вещь. Да, она не сильно дорогая, но это моя вещь, которая у меня была, и она была моя в исправном состоянии, я ей пользовалась. И сейчас не будут никакой ответственности за это нести. Здесь в суде сделали так, чтобы минимально мне заплатить по максимуму, можно минимизировать это все. Здесь сейчас прикладывают на третье лицо. Он может уволиться уже, этот человек, и не работать. Он может быть пенсионером с пенсией в 6-7 тысяч рублей. И куда? И где эти деньги? То есть вот такая ситуация. Продолжение следует...